МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем не менее, хочется сказать, что ряд районов у нас в этом году хорошо себя показали, урожайность была существенная. И этот результат выше прошлого года, приблизительно на 200 с лишним тысяч тонн, это тоже большое значение. Ну и, конечно, сложно не отметить, что погодные условия играли свою роль, и мы могли бы взять смело миллион, но чуть-чуть не повезло где-то именно с погодой. Год неплохой, вы сказали, но и непростой. Теплая, достаточно теплая зима. А затяжная весна и засушливая весна, как вот это повлияло на общую картину? Вы знаете, последние годы вообще же не балуют нас природа. Каждый год что-то приключается. Это, вы правильно выразились, именно бесснежная зима, абсолютно отсутствие влаги, весенняя засуха. У нас вся весенняя посевная кампания проходила в отсутствии, в дефиците влаги. У нас по большинству районов фиксировалась почвенная либо атмосферная засухи. Потом поздние весенние заморозки, которые тоже ничего хорошего не принесли. Большой процент площадей у нас пострадал, именно пострадал. Что-то полностью погибло и потребовалось пересево, особенно в нашей части Полеской. Поэтому здесь тоже были свои трудности. Площади, которые пересевали, это пересевались в основном уже однолетними культурами, проса, пайза или чуть-чуть и кукурузы мы пересели для того, чтобы сохранить зерновой клин. Поэтому большие сложности. И снова к весне 2020. Как при неплохой урожайности, которую мы сейчас видим, пандемия могла повлиять на итоги сельхозгода, если бы мы хотя бы на несколько недель весной ушли на жесткий карантин, что бы было? Вы помните, весна была очень длинная и холодная. И так все сельхозработы в этом году сместились приблизительно на 2-3 недели. А если бы еще и ушли на карантин, то мы просто провалили бы всю весеннюю кампанию. У нас не было бы с вами так называемого ярового клина. Все сельхозкультуры были бы озимые и кукурузу, которую мы успели бы потом еще посеять, однолетнюю группу. Соответственно, у нас порядка 120 тысяч гектар пустовали бы. Или их требовалось засеять какими-то однолетними культурами либо травами, на которые тоже требовалось определенные условия. Это закупить семена, подготовить почву и так далее. При том, что сельское хозяйство отрасльно-стратегическое и для области, и для Беларуси. Конечно. Это отрасль, которая приносит доход, несмотря на то, что ее постоянно у нас у всех на языках, о том, что мы слышим, о том, какие сложности и трудности в ней. Но это действительно так. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас погода баловала, а люди не болели. Это очень важно. Но, тем не менее, мы смогли добиться нормального результата. И в завершении, я так понимаю, что, конечно, итоги сельскохозяйственного года специалисты будут подводить еще долго, анализировать, и это нормально. Но простого жителя интересует, уверенно, сейчас один вопрос в этой теме. Будем ли мы на протяжении зимы и весны с большего с местными овощами и фруктами в идеале по чуть менее дорогой цене, в отличие от зарубежных аналогов? Ну, можно уверенно сказать, что будем. Овощи у нас в этом году в достаточном объеме будут. И картофель, и овощи закладываются в стабилизационные фонды для того, чтобы обеспечить соцсферу. Но мы не забываем про осенние ярмарки, которые у нас до поздней осени в республике. И на них можно продать свою продукцию как сельхозорганизациям, так и фермерам, которые выращивают ее. Так что наши полки не будут пустыми, они будут именно с нашей сельхозпродукцией, произведенной на территории Гомельской области. Плюс хранилища, которые за эти десятилетия построены во многих хозяйствах, они помогут действительно до практически окончания весны сохранить продукцию на прилавках. Совершенно верно. Многие хранят урожай прямо до самого нового. И первый картофель получает, и можно сохранить картофель в хранилищах до получения нового. Конечно, у нас во многих хозяйствах есть картофель в хранилище, овощи в хранилище, построенные как за бюджетные средства, так и за кредитный ресурс во многих хозяйствах. И это дает возможность производителям продать ее по немножко другой цене. Сейчас цена идет как бы у всех ровная, одинаковая, пониженная. Сохранил дольше, продал дороже. Сохранил дольше, продал дороже. Совершенно верно. Елена Петровна, спасибо большое за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо большое, вам всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок